Введение должности – инициатива Министерства просвещения и Российского движения школьников. Наш регион в числе первых десяти, где запущен проект. Заявки на новую должность в январе подали 504 человека. 72 образовательных организаций сейчас уже работают с 1 сентября. Советские директоры по воспитанию, работают в действительности общественных объединений. Люди неравнодушные, люди, которые выбрали этот путь и осознанно подошли к вопросу присоединения данного проекта. В ближайшее время должность советников-директоров по воспитанию появится во всех брянских школах. Для меня, как для руководителя, появление новых людей – это большой плюс. Это проводники, это советники, это наставники для детей. Нам нужен тот самый навигатор, тот самый человек, который нас направил, нас нужен совет, приведет все это вместе в порядок. И порой у тебя рождается идея, и ты приходишь вот с такой головой, и с самовсимыми мыслями говоришь «я хочу». И этот человек непосредственно поможет тебе. Советники по воспитанию организуют внеурочный досуг школьников по пяти направлениям – спорт, театр и туризм. А также создание музейных уголков и школьных пресс-центров. Дальше, конечно, работаем с категорией трудных детей. Это, бессомненно, правильный путь. Мы вовлекаем детей в наши мероприятия, в нашу деятельность. Не всегда ребенок может поделиться с учителем, а вот зайти в комиссию на воспитательную работу он всегда может, и он это знает. В ближайшем будущем муниципальные координаторы проекта будут включены в состав комиссии по делам несовершеннолетних. Что до советников-директоров по воспитанию, у них уже есть примерный план работы на ближайший год. Александра Савельева, Алексей Рязанцев. События. Брянск. Редактор субтитров А.Семкин